Шесть метров под землей – это не станция метро, а подземное хранилище воды. Десять тысяч кубометров – ровно столько вмещается здесь. Этого достаточно для того, чтобы напоить центральную часть Щелково и два микрорайона – Щелково-7 и Богородский. Дважды в год эти пространства опустошают для того, чтобы выполнить технологическую промывку. В этом подземном зале свободно бы уместилось пять олимпийских бассейнов. Внушительные объемы нужны, чтобы обеспечить чистой водой половину города Щелково. На водонасосной станции номер 6 вода, поступающая из восточной системы водоснабжения, накапливается, отстаивается и по трубопроводам уходит потребителям. Каждые полгода гигантский накопитель откачивают. На данный момент резервуар полностью опустошен. Он уже прошел предварительную промывку. Теперь уже будет более тонкая. Вот у нас здесь и щетками, и чистим это, и керхер применением и так далее. А поднимается он, если вы обратите внимание, вот верхний уровень. Практически до самых краев он набирается резервуар. Ежедневно ВНС-6 отдают городу до 8 тысяч кубометров питьевой воды. Запасы пополняются из восточной системы водоснабжения и собственных подземных источников. Поэтому вода здесь не застаивается. Причем объемы покупного ресурса за последние три года сократились втрое – до 4 тысяч кубометров. После переоснащения водозаборных узлов по программе «Чистая вода» качество собственных ресурсов не уступает восточным. Наличие двух резервуаров под 10 тысяч кубометров каждый позволяет гарантированно обеспечивать потребителей водой круглые сутки. На данный момент здесь происходит плановая ежегодная промывка резервуара и подготовка его к зимнему, осенне-зимнему периоду. Мы промываем полностью резервуар от взвеси, которые оседают на дне резервуара. Потом пройдет его дезинфекция, наполнение, будут отобраны бактериологические анализы, будет проведен целый спектр лабораторных исследований, после чего вода поступит потребителю чистая. На промывку резервуара требуется несколько дней. Техники внимательно осматривают стенки сооружения, проверяют их герметичности. Перед заполнением дополнительно дезинфицируют раствором гипохлорита натрия. В операциях задействуют только мужчины. По восемь часов они находятся под землей. Моя задача – очищать налет от столбов, от стен, смывать с пола. А потом дезинфекция идет полностью у нас. В машинном отделении станции этим летом заменят узловой элемент – распределительную гребенку насосного оборудования, благодаря которой потребители получают воду с нужным давлением. Практически ювелирная работа будет здесь проделана, сварщиками вырежут, и впоследствии она еще будет долгие годы служить. Смонтируют насосное оборудование все так же без отключения станции. Резервные насосы будут поддерживать в системе нужное давление. Мы поэтапно отделим левую часть, проведем ремонт, потом перекроем и перейдем к правой части. И увеличим надежность этой станции в разы. Для достижения конечного эффекта высокой прозрачности воды водоканал промыл 5 километров магистральных водоводов от самой станции до микрорайона Щелково-7. Отреставрировал и заменил задвижки на трубах. Специалисты заверили, в совокупности принятые меры улучшат качество водопроводной воды. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.